Всех приветствую на моем канале, играет хорошая музыка, а значит будет что-то интересное от нашей команды Малахитим. Итак, сегодня хочу представить вам новейшую российскую разработку. Высокоскоростное АЦП МДРА-1А16ФИ. Данное АЦП разработан компанией Меандр, ведущим российским разработчиком и производителем микросхем. До сегодняшнего дня мне не встречались в свободном доступе отечественные АЦП, а тем более скоростные. В конце прошлого года компанией Меандр было анонсировано ЦП 5101NVN045 и его коммерческая версия МДРА-1А16ФИ. Статья с анонсом представлена на экране, ссылка на статью приведена в описании к видео. Небольшое лирическое отступление. Мне, как инженеру и разработчику, встречались разные отечественные микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, память и прочие девайсы. И уровень этих девайсов был разный. Какие-то девайсы отставали от зарубежных аналогов, какие-то, как минимум, не хуже. И для тех, кто не в теме, скажу, что отечественная электроника существует. В основном это заказные изделия с довольно высоким ценником, и из-за этого эти изделия особо представлены на коммерческом рынке. В силу разных реальных причин. Состояние современной российской электроники можно описать как устранение последствий 90-х годов, но самое главное то, что наблюдается стабильный тренд к развитию. Теперь перейдем к основной теме данного видео. Буквально на прошлой неделе я получил заветные сэмплы. Вот так они выглядят. Типичная упаковка в ленте. Одной штуки нет, и это отсутствует не образец, взятый для фото. Об этом скажу позже. Фото самой микросхемы. Пластиковый 48-водный корпус QFN. На верхней части нанесена маркировка. Все красиво и складно, как у обычных микросхем, к которым мы все привыкли. Это фото одного из сэмплов. А так выглядит нижняя часть микросхемы. Тоже все хорошо, все аккуратно, все заужено. Окисов нет. А теперь давайте рассмотрим, что можно сделать с этой штукой. Наша команда занимается разработкой и изготовлением разных устройств для радиолюбителей. В основном это SDR-приемники и трансиверы. И для SDR-ACP является одним из ключевых узлов. На сегодняшний день среди широко распространенных SDR-устройств любительского применения собрался довольно типовой список ACP, который применяется массово и далеко не первый год. Я решил сделать сравнение основных характеристик МДРА-1А-16ФИ с другими распространенными ACP. И не стал делать сравнение, ориентируясь лишь на битность. И поэтому в моем сравнении будут присутствовать как 16-битные, так и 14-битные, даже 12-битные ACP. Суть сравнения не сравнивать 16-битные ACP между собой. И выявить место МДРА-1А-16ФИ среди 16-битных ACP, существующих в природе. Рассмотреть характеристики и применимость в SDR техники, в том числе любительской. Для рассмотрения взяты ACP от Analog Device AD-9649, AD-6445, снова Analog Device AD-9226 и широко распространенная LTC 2208. Основные характеристики ACP сведены в таблицу. Все данные взяты из официальной документации, за исключением пунктов, отмеченных звездочками. То есть в этом случае данные или отсутствуют, либо взяты из непроверенных источников. И основные параметры по сравнению это количество бит, количество сэмплов в секунду, параметр SNR, SFDR, количество эффективных бит, полоса пропускания, EMD-3 или искажением по интермодуляции третьего порядка, апертурный джиттер и потребляемая мощность. Итак, поехали. Первое. По количеству бит. 16 бит должно быть достаточно для юбилейского радиоприема, но эта характеристика не является самой главной, поэтому двигаемся дальше. Вторая характеристика SNR. По данному параметру наша ЦП занимает твердое второе место, уступая лишь LTC-2208, который является топовой и по сей день. Сам же параметр влияет на тот уровень сенсорного шума радиотракта, который можем получить. Чем ниже, тем лучше. SFDR, третий параметр. На коротких волнах, безусловно, отличное значение 96 dBc, уступает лишь LTC-2208, на УКВ, SFDR хуже. И насколько это важно, зависит от конкретного применения. На мой взгляд, самое главное, чтобы эти споры не попадали в рабочую область и частот, и уровень их желательно, чтобы был не сильно высокий, так как любой источник шума для ЦП приводит в итоге к ухудшению уровня и собственных шумов. Четвертый параметр. Количество эффективный бит. У МДРА-1А16Ф нормальное значение. Общий принцип такой, что чем выше, тем лучше, и данный параметр явно лучше, чем у 14-битных ЦП. Пятый параметр. Полоса пропускания. Нормальный и хороший результат, но УКВ можно применять. И идем дальше. Шестой пункт. Интермодуляционные искажения третьего порядка. Вот тут заявлена отличная характеристика. Данных о OTC2208 у меня нет. И в интернете не нашел. Значит, у других ЦП эта характеристика хуже. И характеристика влияет на то, будет ли влияние на наш ЦП мощных сигналов из эфира, которые могут приводить к появлению ложных каналов приема. Седьмой пункт. Джиттер. Общий принцип, что чем ниже, тем лучше, влияет на уровень фазовых шумов и, как следствие, собственных шумов радиотракта. Для нашего ЦП худшее значение. И насколько это критично, зависит от конкретного применения. Восьмой пункт. Потребляемая мощность. Это, по сути, оценка КПД, сколько тратим энергии для получения результата. Тут, безусловный лидер, аналог девайс 9649. В сравнении же с себя подобной OTC2208, наша ЦП явно выигрывает. Посмотрев на характеристики, можно привести к поводу, что МДРА-1А16ФИ явно имеет нормальные заявленные характеристики, явно лучше, чем у 14-битных ОЦП. OTC2208 круче, но тут надо понимать, что МДРА-1А16ФИ – это первая российская разработка для коммерческого применения. Подобная разработка. Первый блин, который по характеристикам не должен быть комом. Кроме того, на дворе кризис, электроники, цены на компоненты ползут вверх, и цена на МДРА-1А16ФИ является привлекательной. Интернет-поиск говорит о ценнике примерно в 2700 рублей или 37 долларов, значит, на момент подготовки данного материала. Характеристики характеристиками. А Сэмпы приехали ко мне не просто так. Не для того, чтобы смотреть на них или делать фотки. И данный ОЦП был применен в одном из прототипов радиоприемника Малахит. Тот самый, отсутствующий на фотосэмпл, пошел в прототип EDC. И теперь в нашем радиоприемнике стало на одну отечественную деталь больше. Значит, используется сейчас две детали – это дроссель ДМ или ДПМ. Вторая деталь – это печатная плата. А третья – это ОЦП, использована в прототипе приемника. Это первое применение отечественной МДРА-1А-16ФИ в отечественном радиоприемнике. Ура, товарищи! Ура! Прототип собран для оценки применимости. Значит, на КВ получены вполне хорошие параметры. Прототип приемника имеет УВЧ на БГА-114 в микросхеме. Далее идет каскад на LTC-6401 для согласования с ходом ОЦП. Сегодня делал замер МДС на частоте 14 МГц. Этот параметр равен примерно минус 135 ДБМ с включенным УВЧ. Это нормальная характеристика. И давайте посмотрим, как этот прототип работает, а что он из себя представляет. Вот видно стоит наш АЦП, стоит плесина, процессор и так далее. Видно, что это DDC-тракт. Ну и далее все это аккуратно собираю. Без склейк, даже корпус еще полностью не закрыт у приемника технологический. Ну вот видно, как принимаются станции FM. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для более уверенного приема можно включить УВЧ. Ну, это, кстати, как и в EDC-версии. Включаем преамп в утренней станции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пуасса обзора 19 МГц сейчас включена. Вот, ну и все это у КВФ станции. Вот, и в целом этот приемник, он по функционалу своему аналогичен Малахиту DDC. Вот, база у них одна. И процессор и ПЛИС. Вот, для данной АЦП МДРА1А16ФИ сделана своя топология. Вот, часть стыка АЦП и ПЛИС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова